Приветствую вас. Помочь, конечно, мы вам сможем, вне всякого сомнения, но у меня, честно говоря, нет ощущения, что вы готовы работать над собой, потому что ваше настроение текста, оно как-то вот очень сильно свидетельствует о том, что вы привыкли, вы привыкли, значит, ну, вы привыкли находиться в таком состоянии, да, привыкли находиться в таком конфликте, вот, в каком вы находитесь, ну, может быть, сейчас, и у меня нет ощущения, что вы прям готовы расстаться, честно говоря, у меня нет ощущения, что вы готовы расстаться. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, нет всяких сомнений, но выглядит эта ситуация вот примерно таким образом для меня, для меня такая ситуация выглядит так. Я могу ошибаться, повторюсь, повторюсь, я могу ошибаться, я не говорю, что я на 100% здесь прав, вот, но выглядит всё вот так, таким образом. У вас есть ряд трудностей, у вас есть определенная проблематика, конечно же, вот, и эту проблематику можно и нужно разбирать, можно и нужно с ней работать. с этой проблематикой. Вот, потому что, что там, что-то, у вас что-то действительно связано с папой, да, с санитра. Страх, там, обиды на отца и так далее, да, это вот то, что, там, та реальность, в которой вы живете. Но, вместе с тем, вам, как мне кажется, кажется, довольно удобно считать, вот, своего отца виноватым в том, что с вами происходит. Вот, потому что, в таком случае, всё можно, в принципе, свалить на него, а в таком случае, от вас, как бы, ну, зависит вообще, мало чего от вас зависит, вот. И это, ну, наверное, это проблема. Это проблема, потому что, вы боитесь не собрать ответственность, как мне видится в этой ситуации, вы боитесь не собрать ответственность. И глобально, ваша проблема не в отце, и ваша проблема не в страхах, да, а в том, что вы боитесь ответственности, боитесь ошибки, вот. Да, безусловно, 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 вы боитесь ошибки в подаче своего папы, вот, вне всякого сомнения, что отец приучил вас, вот, к тому, ну, к тому, что ошибка, это что-то плохое. Безусловно, значит, плохо, вот, и так далее, да, это вот, безусловно, безусловно, так. Ну, вот, ну, как бы, чисто функционально, чисто функционально, вы сами выбираете «Обчитать ошибку». Безусловно, вы пытаетесь доказать, вероятно, ну, мужчинам, что, вы хорошенько, вот, безусловно, вы пытаетесь, доказать своему отцу, что вы достойны, безусловно, безусловно, как мне кажется, вы пытаетесь, ну, завоевать любовь, доверие и так далее. Вот, своего папа. То есть, его отрицание, вот, отрицание вас, вы принимаете на свой счет, что довольно-таки, ну, довольно распространенно. Среди людей, да, принимать, значит, на свой счет действия, там, родителей, грубо говоря. То есть, вот, считать, что родители с ними, вот, поступают определенным образом, именно, вот, потому что, вот, с ними, то есть, с детьми что-то не так. Это, на самом деле, не имеет никакого отношения к действительности, к реальности, но эти дети так искренне полагают, потому что, ну, в какой-то степени, в какой-то степени вы застряли в том возрасте подросткового, детском, детском и так далее. Вот, и, как мне кажется, история, вся история с успешностью вашей, вот, ну, которую вы пытаетесь, про которую вы говорите, вся история про успешность, про, вот, ну, про желание, да, про стремление принимать, ну, принимать решения и так далее, вот, желание быть паблишек лидером, это, на мой взгляд, это стремление что-то доказать, ну, вот, что-то не принять у себя, вот, то есть, э-э-э-э, то есть, э-э-э-э, с одной стороны, это интерпретация, э-э-э, действий, а-э-э, как-то, как-то, как будто, с вами что-то, что-то не так, да, и, э-э-э, по сути, э-э-э, по сути, э-э-э, восприятие э-э-э-э, папы, как некого такого, такого, эталона, то есть, мой отец, эталон, э-э-э, если он, там, ну, не знаю, относится ко мне, вот, как-то, негативно, да, начало мне что-то не так, всё, начало мне что-то не так, вот, так думаете вы, а-а-а, так это вы, понимаете, вы, ну, это, как-бы, это не так, это неправда, но, э-э, я не думаю, что, вас это, это особо интересует, интересует, вот, то есть, я не думаю, что вы, э-э, особо задумываетесь, на эту тему, вот, вот, соответственно, ну, ну, я не думаю, что вы, э-э-э, критикуете своего, э-э-э, подвигают критики, какие-то, его, э-э-э, глобальные установки, по отношению к, к вам, например, а вот, это, вообще-то говоря, ну, предельно, э-э-э, необходимо, вот, предельно необходимо относиться к папе, именно, как к человеку, а не как к коту, вот, потому что родитель всегда идеален, а, ну, человек так себя позиционирует, вот, что, родитель всегда идеален, а, вот, человек, нет, человек, не, э-э, человек далеко не всегда идеален, вот, и это нормально, и вам нужно посмотреть на все, как на человека, и, как-бы, да, безусловно, ну, требуется прожить, э-э-э, некоторые ваши чувства, некоторые ваши эмоции, вот, прожить, ну, и, соответственно, поработать над собой, то есть тут у вас, э-э-э-э-э, явный идет недостаток, э-э-э, недостаточность э-э-э, развития, недостаточность личных границ, вот, ну, там этот отец личных границ не уважал, вот, находение треугольника картмана, да, то есть, ну, такие вот достаточно тяжелые отношения с личной ответственностью у вас, вот, потому что вы боитесь ее, боитесь ошибки, боитесь наказания, вот, ну, и страх быть отведенным, это, что такое, страх одиночества, а страх одиночества, это непринятие себя, то есть вы себе сами считаете что-то, ну, что-то плохим, вы себе сами считаете что-то ужасным, вот, вы себе видите недостатки, но не принимаете, не принимаете, то есть эти недостатки, они как бы просто есть и вы с ними ничего не делаете, то есть никак не вырабатываете к ним свои отношения, вот, то есть вы и не меняете их, если предположить, что вам это вредно, и вы не принимаете их, если предположить, что вы не можете отменить. Дальше, если говорить вкратце о моем запросе, это страх быть отведенным, это я сказал, от которого тянет страх быть самим собой, страх быть увеземым. Ну, страх быть увеземым, это непринятие своих слабостей, это в какой-то степени идеализированное представление о живой человеке. На протяжении моей жизни сами всегда случались такие проблемы вообще не с своими звездниками, а особо, особенно мужиковый повод, я хотел находиться непосредственно близости к лидерам, зачем савдитывать себя вночками. Почему? Потому что самостоятельно вы обесцениваете то, что делаете. То есть, вот вы сами, да, вы сами, обесцениваете, важность того, что вы делаете. Вот. Вероятность была. То есть, то что я делаю, неважно? То, что я делаю, значения не имеет, вот. То, что я делаю. Но то, что делают другие, это вот куда более надо. Вот это такая вот обесценивание, вот, своих ценностей, да, того, что вам, ну, важно, того, что вам значимо и всякое такое. Вот. Дальше. Ооо. Подобно селся конфликт, и я впадал им не в милость, и все сразу отворачивались от меня. Да. Ну, здесь у меня есть подозрение, что вы в какой-то степени ситуацию утрируете, потому что никто быстро от вас не отвернулся. Вот. Именно быстро. Именно быстро. То есть, если, если от вас отвернулись, значит там, были какие-то проблемы уже, ну, в отношениях уже были какие-то проблемы, скорее всего. Вот. То есть, это никак не связано с, ну, именно вот. с тем конфликтами. Поэтому, что-то вы будете лицать. Другой вопрос, из-за чего конфликт происходит между вами. Это важный момент. Вот. Потому что, как правило, конфликт верн с страйхами и так далее. стоит тоже на меня поисследовать. Дальше. Так. Значит. Такой служебный зашел в университете, теперь иногда происходит ворота жизни, от чего я стал разбегать через черт близких отношений с мужчинами. Ну, понятно, что здесь вы переносите на мужчину, да, на мужчину, на руководителей. Свои вины отношения с там. Это, ну, это очевидно, да. Достаточно, я думаю. Вряд ли вы будете с этим, ну, вряд ли вы будете с этим спорить. Да, вряд ли вы будете с этим спорить. Вот. Так что, тут все очевидно, наверное. Вот. Ну, другой вопрос, опять же, как вы к этому этому приходите? Вот. Кстати, вот, очень важный момент, как вы к этому приходите. Вот. Очень важный момент, как вы к этому, ну, конфликту приходите. Вот. На мой взгляд, это достаточно важно. На мой взгляд, это очень важный момент. Очень важно это определить. Чего вы боитесь, опять же, в чем чувствуете угроз? В чем, в чем, в чем отвергаетесь себя? Дальше. Мне казалось глупым подчиняться или прогибаться лидеру, чего потом, мое отношение, здесь конфликт спать, конфликт с папой, понятно. Для заставить взрослым человеком не правильно подчиняться некоторым указанным руководителям, так я считаю их бессмысленным, как это случилось, это лет близких приходит. То есть, вот, бывает такая история, что вы себя возвышает. А бывает такая история, что где-то, наоборот, вы себя возвышает. Вот. То есть, это вот такой вот перекос от одного к другу. где-то, 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 где-то вы себя обесцениваете. Вот. А где-то вы себя, наоборот, возвеличивает. Вот. Тоже, к сожалению, ну, не обоснованно. Потому что, ну, вы же понимаете, да, что абсолютно не имеет, не имеет значения, бессмысленно ли, не бессмысленно. Вам, кажется, ну, указание, которое дает руководитель. Вам нужно им подчиняться. Просто, потому что это руководитель. А вы подчинены. Вот. Но вам тяжело. Вам тяжело. Починяться. Вы воспринимаете это, как, вот, что называется, личное какое-то оскорбление. Вот. Вас это задевает. Вот. То, чем вас это задевает, и нужно, нужно поработать и поисследовать в этот момент. Чем вас это конкретно задевает. Вот. Потому что это не гибкость ваша, ну, вот, с вашей стороны. Это не гибкости. А, соответственно, это проблемы вообще. Потому что вы не гиб... не гибок. Вот. Это только лишь, ну, добавляет проблем вам. Вот. Вот. И мешает, выйдет успешно. Дальше. Эм... Так. Значит-то... Пробовы работать на себя, но через два года мне огложилось, что я нахожусь далее от принятия решений. Если никому не интересно, как обычно, профилматрика продолжит находиться на поклоны и искать друзьбы. Ну, опять же, здесь какая-то вот проблема унижения и соотнесения унижения и своих желаний. Ну, детство я, наверное, не буду читать, да? Эм... Как бы про детство не буду читать, потому что это не так... Ну, то есть я, в принципе, уже всё сказал, да? Насчёт детства вашего. Обращайтесь. Нужно будет поработать. Но это не единоразовая, конечно, терапия. То есть терапия здесь достаточно длительная. Удачи вам! Всего самого доброго!